в этом ролике создадим новый проект в котором будем использовать java script на этот раз это будет asp.net core со статичными файлами java script plus html мы реализуем вход выход через identity server который находится соответственно в другом проекте в другом solution и для реализации я буду использовать так называемый олдскульный подход если хотите для разработки java script приложения чтобы показать ну грубо говоря такой нативный код собственно говоря вы сможете это потом применить на любом фреймворке там реакте ангуляре и любом другом который вы используете главное понять как это работает что из чего состоит и куда чего нужно впихивать чтобы это собственно гряза работала ну и давайте не затягивать долго со вступлением начнем сейчас у меня открыта страничка identity server документы и собственно грязь написана информация о том как можно использовать identity server на java скриптовых приложениях смотрите существует уже определенный набор команд которые реализованы в клиенте который называется oidc-client.js и вот здесь собственно говоря пример того приложения которое я хочу вместе с вами воссоздать так сказать чтобы на реальных проблемах да если они конечно появятся ну показать как их решать и в общем то вот это вот задача на сегодня ну и для начала нужно определиться что такое idc-client.js непосредственно для identity сервера это такая библиотека которая опять же написана разработчиком identity сервера у них есть сборка identity model и там есть специальная фигня специальный скрипт который одессе клиент который дает большое количество плюсов и на самом деле очень сильно ускоряет разработку приложения с использованием авторизации на основе os2.0 и open id connect в общем если вы придете по этому адресу то увидите что уже существует достаточно большое количество информации по этому поводу но самое интересное здесь вот самом низу есть такая штука которая говорит о том что уже есть клиенты которые то есть реализации под конкретные фреймворки этого клиента который позволяет собственно без каких-то там лишних телодвижений установить на ваш сайт на ваше право приложение на ваше спа если хотите уже готовую авторизацию и аутентификацию через identity сервер моя задача на сегодня показать это самым простым способом то есть механизмы взаимодействия identity сервера и спа клиента настройки которые необходимо включить чтобы это заработало в общем сегодня будем делать вот как раз вот именно это я думаю что это покроет всю тему с идентификации спа клиентов на identity сервере и так давайте для начала создадим самый тот самый новый проект это будет снова а спа.net core autorization точка но пусть будет javascript да пусть будет так пусть он будет снова самый пустой но и здесь некоторые нюансы так как мы не будем использовать так давайте откроем так как мы не будем использовать ни роутинг ничего то там еще такого от этого самого который называется а сп мы здесь вот эту штуку вот так вот удалим и напишем app use static files ну и еще здесь нужно написать app use default files ну это для того чтобы у нас по умолчанию она шла в папку www root здесь можно в принципе перезадать это значение но я не буду перезадавать ее так и назову новый root вот у меня папка создалась и в этой папке создан индекс html ну и давайте я вот не могу я как неправильно чё-то кроме того вот и собственно говоря это здесь все что нам нужно было потому что теперь у нас давайте здесь напишем какой-нибудь давайте айдентити сервер 4g с дима давайте так напишем но и сейчас если я запущу верни когда я запущу здесь мне придется набрать localhost на кстати мы не посмотрели какой там у нас localhost давайте посмотрим где у нас есть настройки мы старту давайте опять эту штуку удалю и вот это вот удалю и теперь зайду в настройки для начала давайте сделаем чтобы у нас этот и стартовый проект был один именно он стартовал где тут есть на стартап вот и в настройках посмотрим на какой адрес он привязался 5000 нам такой адрес не пойдет давайте напишем 9000 потому что 5000 у нас уже есть и соответственно я закрываю стартап выбираю play вот но в общем то как видите стартанул проект и как понятно он у нас статичный это у нас что такое а это фабикон ну в общем вот у нас чистый проект он у нас создан теперь давайте в него всякие штуки накидывать итак для начала нужно установить в одессе клиент это можно сделать несколькими способами первый способ это пойти на сайт разработчика открыть одессе клиент скопировать его прям вставить нужный файл и сохранить на своем сайте второй вариант это поставить его через какой-нибудь package manager например npm ну как это обычно делается в спа приложениях и третий вариант пойти например ну которыми собственно говоря собираюсь воспользоваться на cdngs и скопировать вот эту вот ссылку которая собственно говоря мне даст возможность использования этого самого файла уже непосредственно в моем приложении ну и как вы понимаете я здесь должен создать скрипт src и указать ссылку на этот файл и дальше мне также потребуется ну давайте это у меня главная страница давайте я здесь еще создам и давайте я сделаю так я здесь создам папку так индекс нет давайте папку создам gs и в ней создам индекс 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 gs для что такое вот и этот файл теперь сделаю так вот перетаскивание на страницу то есть у меня на странице индекс к этому я вводит индекс файл и здесь мы будем делать какую-то разметку ну и наверно на этом пока пока давайте остановимся и перейдем к настройкам identity сервера не так для начала давайте откроем наш identity сервер найдем конфигурационный файл я сделаю по простого скопирую клиент из предыдущего видео который делал для слагера и добавлю новый идентификатор этого клиента будет соответственно пусть будет gs секрет я сделаю что он нам не нужен потому что мы будем использовать пикси так называемый клиента и дирек варит напишем false дальше мне нужно указать grand type да он тоже нужно указать нужно указать код и дальше я сделаю рекорд концент я соответственно напишу фолз нет я напишу все-таки фолз и обязательно напишу пики си а его нужно использовать true grand type cross origin кстати cross origin я тоже добавлю сразу чтобы у меня не было проблем ну и пока на этом все посмотрим как это будет сработает как это будет работать если что добавим то что нужно но на данный момент это пока тоже все давайте вернемся теперь в gs клиент давайте создадим некоторое количество html нова кода и начнем и вот с чего ну во первых я создам контейнер нет я создам контейнер и в нем помещу для начала вот так вот здесь у меня будут находиться кнопки я пока создам одну кнопку с идентификатором который будет называться ну допустим логину и здесь я напишу логин и мне еще нужно вывести как-то информацию о проделанных результатах я поэтому здесь создам ну допустим пусть будет жирным написано идентификатор будет message и под ним будет вот такой вот при куда я буду выводить информацию ну типа джейсона но чтоб можно было просто нормально посмотреть что мы получили пусть будет дата так на этом все теперь давайте переключимся в индекс и создадим некоторое количество здесь кода давайте для начала создадим самый главный метод я буду использовать олдскульный так называемый подход и здесь у меня будет метод который называться print нет он будет называться print ну вот ничего умнее я не придумал сюда я буду передавать или месседж или дата но обычно они вместе будут и здесь и сделаю тоже очень по-простому если месседж у меня есть тогда я хочу найти документ get get by айди пусть он называется нет не так месседж и тогда я ему хочу установить и нер текст месседж я предлагаю ускориться я сейчас быстренько напечатаю то что я хочу но я думаю что вы помните без моих дополнительных комментариев поэтому поехали вот такой вот у меня метод получился то есть в общем тут все понятно не буду дальше рассказать дальше продолжим творить творчество и так мне нужен документ listener вернее мне нужно на кнопку назначить listener который будет обрабатывать мою ситуацию с кликом и для этого я должен создать логин здесь добавить listener название его будет клик ой клик и я должен здесь написать логин пусть это будет такая функция я здесь сейчас создам function пусть будет логин и здесь у меня не будет никаких параметров я скажу print чтобы на самом деле проверить как это работает я сюда напишу месседж не вижу от обвинься месседж запятая ну или сюда дам объект который имеет тоже месседж и пусть будет там тест хорошо теперь давайте запустим эту штуку сейчас у меня запустится только одно приложение нажимаю логин ну в общем вы видите сообщение это все работает отлично поехали дальше давайте для начала прочитаем что нам нужно для того чтобы начать и первым делом смотрите нам нужен юзер менеджер в который мы должны опустить сеттинге в которой собственно говоря требует авторите клиент ну и вот это вот все еще и скоб и давайте собственно этим займемся сейчас я это свернул и вот здесь вот создадим вар даже не вар давайте создадим конст мы же уже современные люди пусть будет сеттингс и нам сюда потребуется некоторое количество параметров попробую вспомнить их наизусть ауторите я пока так поставлю дальше нам нужен client айди у client айди я помню client айди нет нам нужно правильно писать client айди подчеркивание gs дальше мне потребуется обязательно указать респонс тайп без этого вообще ничего работать не будет и здесь я тоже помню наизусть это должен быть код дальше мне потребуется скоб на скоб но смотрите скоб у меня я указал в конфигурации давайте я посмотрю вот идентики сервер вот файл конфигурации я здесь указал свагер да мы будем дергать свагер или давайте не свагер ордерс давайте чтобы дернуть какой-то запрос давайте отправим его на ордерс теперь вот он я сюда ордерс и 5 опан айди и профайл опан айди пробел профайл и орд давайте как control-c control-v вот так то есть вот ты а еще нам нужен обязательно нам нужен редирект урэй у урэй ай это урэй урэй вот так вот это тот урэл куда будет зредирект чем если помните как работает идентики сервер после авторизации этот identity сервер должен редиректить пользователя на эту страницу я после авторизации должен отправить пользователя ну давайте для начала авторики создадим у нас есть х это тпс или https локал хост я помню его наизусть 10000 1 это сервер авторизации иди клиент правильно опан иди и здесь у нас соответственно локал хост мы должны вернуть обратно на наш серверс то есть девять тысяч один потому что это тпс но собственно говоря есть такая штука которая называется колбек и это тоже страничка html который мы сейчас будем в следующем этапе создавать так эта страничка наверное нужно пояснить эта страничка то куда identity сервер вернет клиента до сделать редирект на наше приложение после того как совершится как раз логин ну и перед тем как создать то сделать запрос мы должны сделать манагер пусть будет манагер мы создадим new о ай дисси нет дисси нет по-моему не так пишется и дисси клиент а нет шучу юзер менеджер вот и да и должны в нему в конструктора дать вот этот самый вот settings далее после того как у нас есть юзер мы можем сказать что мы можем обратиться к этому пользователю то есть юзер менеджер работает таким образом что у него есть какое-то хранилище неважно это сэш он или неважно это local storage или ваша кастомная реализация определенного класса в общем юзер менеджер позволяет обратиться к некому объекту то есть через метод get user да и в этом объекте в этом хранилище лежит пользователь на этом принципе основано обновление токена и собственно обновление юзер поэтому для того чтобы сделать какой-то запрос я пишу менеджер пишу get user и собственно говоря мне здесь возвращается promise который я могу написать then и здесь могу сказать function здесь у меня будет тот самый юзер как результат запроса и здесь я могу уже сказать ну то есть пользователь у меня зашел не зашел залогинился не залогинился давайте так сделаем если юзер есть тогда я скажу print и давайте здесь напишем юзер логет им ну в смысле давно уже зашел и в общем мы вот здесь уже встречаем в противном случае я давайте сделаю вот так здесь напишу else здесь поставлю такую штуку и вот так вот я подниму и скажу в противном случае у меня юзер здесь нету юзер not логет им ну в общем давайте запустим и увидим что это реально работает так старая реализация нами нужна вот сработало сообщение то есть у нас давайте нажимаем в 12 покажу что у нас в application в memory и в сэшене ничего нет нет что то есть но это видимо что-то непонятное ну давайте я сотру возможность предыдущего сеанса еще раз нажимаю в 5 да как видите ничего нет ни в том ни в том отлично а теперь я нажимаю логин и у меня ничего не происходит ну так бывает хоть это и неправильно конечно это было глупо на самом деле давайте конечно же вызовем его все-таки этот метод да бывает менеджер хочу сделать sign in redirect в общем суть этого вызова в том что я хочу сделать запрос на верить эти сервер и менеджер позволяет мне вот такой простой команды сделать этот запрос надо сказать что identity сервер должен мне перекинуть на страницу логина я когда заведу логин он должен мне редиректить обратно но так как у меня этой страницы нету давайте давайте просто в конфигурации кстати мы кажись не указали давайте это сделаем быстренько так это где это отдыхает здесь у нас есть идентики сервер вот он да вот конфигурации да у нас здесь нету ритурн редирект у реальс нам их соответственно нужно создать меня для этого клиента будет страница https 2 и . 2 слэша локал хост 2 и . 9001 и здесь я должен сказать что я хочу эту информацию полученную в результате редиректа передать на страницу call back ну вы конечно можете назвать и как хотите я хочу call back то есть мне теперь эту страницу как вы понимаете нужно создать давайте нажму сохранить перейдем обратно и вот здесь у меня вот этот ритурн урал call back есть мы уже записали и теперь давайте проверим будет ли передирект на эту страницу которой не то есть что я получу ошибку или 404 отлично я нажму в 12 теперь то у нас уже до теперь у нас получилось что мы перешли на сервис авторизации то есть 100001 и теперь у нас есть здесь ошибка давайте посмотрим что она обозначает это у нас есть так инвалид редирект у рай то есть где-то что-то неправильно указано давайте сверяться для этого опять я закрою эту штуку нажму здесь стоп и я давайте попробую таким вот образом хотапи тпс скопировать а здесь пробел лишний ну давайте наверно не там поставим давайте скопирую и в инсталл так давайте и текст я закрою и вот сюда его вставим нажму сохранить и давайте попробуем еще разок нажимаем в один так и теперь у нас опять что-то не получилось это авторизы вот здесь мне уже другая ошибка которая говорит not out orders api то есть я опять что-то не до указал давайте посмотрим где это происходит у нас а с лагерой пень ну конечно здесь нужно поставить ордер сай 5 потому что мы именно их будем дергать потому что там есть насколько я помню контроллер который секьюри туда вот вот этот мы будем дергать поэтому здесь ордера это я поставлю и теперь давайте запустим еще разочек давайте нажмем логин ну и как вы видите мы попали на страничку ввода того самого юзера с паролем раз два три кве и я бы хотел показать вот что я сейчас вернусь назад здесь нажму f5 а здесь поставлю чтобы можно было показать следующее смотрите нажимаю логин и у меня происходит некоторое количество запросов смотрите именно какие во первых у меня идет запрос вот он open id сейчас покажу о open id configuration запрашивает тот самый well known open id configuration url который является discovery в котором мой клиент получает токен ну вот кстати он потом увидел авторайз url токен url ну и там другие то есть если вы помните то localhost давайте я так вот напишу 100001 вот она эта страничка как вы помните здесь указано достаточно большое количество параметров которые поддерживается identity server вот этот well known open ID configuration является discovery url и поэтому мой клиент первым делом делать запрос туда получает информацию все о том обо всем что ему нужно и понимает что для авторайза нужно пойти вот на этот url который собственно говоря вот он вызывает он понимает что для логина нужно пойти на этот url и в общем то я попал на эту страничку она открылась сейчас я на виду зажгу логин и я попаду обратно на ту самую страничку вот пожалуйста посмотрите localhost 9001 а давайте ctrl z вот local ты 9001 и здесь уже указан тот самый callback html у нас его нету его собственно говоря нужно создать давайте я нажму стоп и давайте создадим эту callback и напишем некоторый код для обработки этого переданного количества большого параметров на эту страничку и так давайте для начала создадим html страницу callback html и на эту страничку мы должны ну я сделаю это в отдельном файле вот поэтому на самом деле вы там хотите как как кому удобнее так и делаете я вот люблю вот так чтобы было ну и в общем раз у меня с на самой страничке есть ссылка на файл здесь мне нужно что мне нужно создать ну пусть будет конст манагер это будет не о айди си юзер манагер и здесь мне нужно создать в смысле мне нужно также указать некоторое количество свойств то есть параметры для работы этого я должен указать local нет я должен указать ловат давайте так в юзер дата инфо нет давайте посмотрим как то написано в документации где у нас инструкция и давайте посмотрим вот такую штуку лод юзер дата не нужно отлично значит здесь у должен писать юз лоу дата инфо и я скажу чтобы она загружалась кстати немножко про параметры то есть как вы видите на самом деле их достаточно много всех вот этих вот параметров которые могут быть использованы для ой айди си юзер менеджера и собственно говоря нужно понимать какой момент что использовать то есть вот например юзер инфо он говорит о том что получение даты будет ну то есть будет запрошена дополнительная . для получения ой то есть при возврате данных с identity сервера будет запрос дополнительно отправлен до получения для получения профиля пользователя то есть чтобы наполнить его данными ну и собственно говоря это я и указал еще я хочу сделать здесь респонс ну кстати у меня поначалу не очень получилось ну я нашел документации хотя конечно там не очень явной документации я должен написать такую штуку которая позволит не загружать данные пользователя давайте по образу подобию олдскульного подхода до поставлю точку с запятой здесь напишу менеджер и мне теперь нужно перехватить те данные которые мне вернет непосредственно сам идете сервер на мой колбек sign in rea di rect call back то есть надо сказать что уже все придумали за нас и мне здесь остается ну давайте я сделаю так так как мне этот метод возвращает promise давайте я вот так то и качи еще сделаем так function error и здесь скажу консолю ой лог пусть будет этот error здесь здесь я должен обработать мы вернее должен сохранить данные этого пользователя юзер и в общем то снова сделать redirect консоль давайте я выведу в консоль чтобы мы видели что мы получили хотя на самом деле это не особо важно так что-то не то написал сюда видим юзера что показать что он вернулся и сделаем redirect на главную страницу window window.location.href ну и давайте полностью страницу укажем https двоеточие слышь localhost 2.9001 еще наверное нужно проверить указал ли я саму ссылку на уидси так call back да я конечно же забыл вы ничего не подсказали давайте скопирую со странички индекс и вставлю также на страничку call back теперь нам осталось произвести вход ну в хорошем смысле этого слова давайте запустим приложение вернее пачку приложений нажимаем логин переходим наставать я нажму 12 давайте нажму назад это старая чего-то у нас откроем еще раз сделаем клейер еще раз логин так пошли его по ноге получили сделали redirect перешли на логин дальше нажимаем логин нас перекинул обратно на страницу localhost 9001 вот она на и как вы видите у нас success если успешная операция логирования и но и в общем а здесь вот видите и весь вот этот так называемый токен но как вы понимаете мы здесь уже имеем идентики токен мы здесь имеем access токен соответственно identity токен эта информация как я говорил в предыдущих видео о пользователе которая подтверждена то есть она проверена identity сервером никаких изменений в них нет access токен при этом уже нам поможет ходить между сервисами то есть делать запросы в другие сервисы дальше у нас есть еще помимо этого профайл ну и в общем то если сейчас буду нажимать логин обратите внимание вот вот на этот вот то есть у меня логин будет перезадаваться смотрите я получил другой я получил другой я получил другой то есть теперь это все происходит прозрачно давайте я закрою приложение и запущу его снова я преследую следующую цель смотрите когда я закрыл браузер открыл его заново у меня все данные по авторизации аутентификации вернее они стерлись дело в том что по умолчанию сборка вот это вот у одессе клиент она хранит данные не в local storage а хранит их непосредственно в сессии давайте сейчас вот еще раз трать эксперимента сделаем это вот чистку вот это вот все очистим вот и теперь нажму логин возьму в виду пароль ну и смотрите получилось что у меня в сессии хранится все данные по сторожу собственно говоря как только закрою браузер у меня все и пропадет существует вероятность что вам потребуется использовать ну то есть логин каждый раз да то есть когда чтобы при открытии браузера вы снова были залогинены тогда данные потребуется хранить в local storage соответственно view вот этот юзер-менеджер имеет специальную настройку я чуть позже и покажу и как ее настроить чтобы она заработала именно в уже в другом режиме чтобы данные сохранялись мне сейчас удобнее каждый раз запускать заново чтобы делать логин чтобы опять же проверить как это работает но и теперь давайте раз у нас уже есть как говорится access токен давайте уже вот 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 куда-нибудь уже его отправим до чтобы чтобы можно было проверить что реально работает этот вот самый токен для этого давайте остановлю проект и на юла и создадим кнопку пусть она называется теперь подавайте call и 5 и здесь собственно говоря так и назовем call и 5 давайте здесь тоже напишем правильно вот так переводит ну и соответственно мне нужно какую-то обработчик сделать для этой кнопки уже здесь call и 5 и соответственно есть у меня есть логин давайте сделаем здесь еще а ну да конечно нужно здесь написать call и 5 и здесь я напишу call и пи так первое что нужно сделать удалить эту тушнягу и теперь нужно написать код смотрите я буду использовать стандартный ht в xml http request то есть ну то есть вообще базовый базовый то там до самого низа одна база вот в современных фреймворках используют там access или еще какие-то там кастомные реализации моему принцип от этого не меняется я опять же хочу сказать что моя задача показать непосредственно как это работает ну то есть на и нативном да если так можно выразиться код и так для того чтобы не сделать какой-то запрос я должен для начала для менеджера сказать дай мне юзера и этот юзер у меня придет в промиси почему это делается так смотрите когда обращаюсь к менеджер и груди мне юзера я теоретически обращаюсь к тому хранилищу в котором у меня этот юзер хранится то есть если это будет например local storage что я пойду туда если это будет допустим сэшен то она пойдет туда то есть сам менеджер знает куда сходить за пользователем поэтому это вот так бы в промиси вот показаться давай скажу вот так вот здесь вот print здесь напишу какой-нибудь error и давайте так вот и напишем пусть будет совсем все испортил и raw вот то есть получается что когда обновляется токен ну вручную или когда токен обновляется через там рефреш токен ну то есть он делается как бы прозрачно там в бэкграунде где-то глубоко то есть автоматически отправляется запрос можно по таймерам можно при наличии истечения до срока когда уже истекает можно сходить можно сходить заново когда уже 401 вы получили и снова переполучить токен так вот этот запрос будет как бы ну называется в этом клиенте сайлент ну то есть как бы тихий и он делает то же самое он ходит нас ходит на сервер и обновит его в этом сторожи поэтому я каждый раз обращаюсь к пользователю должен то есть когда я беру пользователя беру вы сторожи и в данном случае мне помогает вот этот менеджер поэтому-ка я сейчас напишу менеджер get me user ну и в общем когда юзера уже здесь получил здесь у меня нужно проверить что если этот ну давайте юзер равен нул ну то есть что его вообще нету я должен написать пусть будет что такое не справляюсь и сегодня давайте он то рай z давайте вот такую штуку напишем чет неправильно писал давайте воспользуемся вот такой штукой которая на вторая z так вот ну и если у меня пользователь есть давайте я создам конст пусть это будет x шар нью нет это будет x xml не и теперь request и здесь я должен дальше у него указать еще некоторое количество параметров в частности мне нужно открыть его но я не буду комментировать все давайте я напишу тогда вы если будут вопросы у меня спросите а я просто напишу во время перемотаем и ну и в общем то вот этот весь сам метод давайте по пунктам может быть расскажу да то есть мы создаем объект который будет дополнительный запрос мы указываем путь и тип запроса то есть вверх так называемый куда мы пойдем это пятьсот пять тысяч первый сайт слэш секрет мы проверяем мы готовим давайте так скажу авторизейшн хедер подобавляем туда bearer и подставляем токер токен который получен от пользователя и отправляем запрос а на получение делаем хендер если у нас статус 200 мы выводим сообщение соответственно уже непосредственно на наш юай а если нет то туда же пишем что у нас что-то не так ну и в общем давайте запустим и проверим эту штук что она работает вот обратите внимание что основа не залогиненный основа завожу логин и у меня нету кнопки почему-то давайте посмотрим почему эти 5 нажмем да это был кэш вот поэтому настоятельно рекомендую ставить галочку disable кэш и открывать все время вот это вот devtools так называемый ну и в общем логин мне теперь уже не нужен давайте нажмем call back мы получили корс собственно говоря то что и требовалось ожидать потому что мы нигде не установили информацию о том что мы можем обращаться непосредственно кордер сайпи из других систем то есть не из чужеродных из из не оригинал так сказать ну давайте остановим всю эту штуку который называется проект и пойдем в тот самый пиай который называется ордер сейчас его найду вот он и здесь добавим тот самый корс но во первых нам здесь нужно написать об юс корс здесь нам нужно указать ну давайте дефолт давайте так где фолт ой полисе вот и теперь соответственно в настройках мы этот где фолт полисе создадим то есть нужно его здесь я уже включил использование а вот здесь но давайте его здесь что сделать хотя можно в самом верху давайте так и сделаем сервисов так дальше напишем этот корс теперь нам нужно указать конфиг нет конфиг теперь нам нужно создать этот конфиг и здесь добавить этот полисе ну я поступлю самым простым способом я разрешу все но вы уже там по своему усмотрению поставьте то что вы хотите разрешить ну я вот так и сделала так мне нужен здесь лямбда билдер я вот так вот о и не риджан алла и не метод и алла мне хедерс и этого будет достаточно теперь поставить точку с запятой и запустить еще раз нажимаем колы play а вот кстати если мы не авторизованы мы получаем ну такой вам это придется как бы по-своему обработать давайте я включу 12 я делал логин пользователь залогинился делаю кол в общем таким образом мы обошли корс мы получили это с другого сервера и следующим этапом мы будем делать рефреш токен вы конечно можете мне не поверить но рефреш делается по такому же принципу как и логин вернее как колбек да поэтому мы сделаем то же самое рефреш токен давайте сделаем так вот рефреш ну я думаю этого достаточно пока и я также создам здесь такую же страничку как и колбек только теперь назову его рефреш хитмэл и такой же создан скрипт джейс и теперь соответственно на рефреш натянул этот самый скрипт и опять натянул ой не забыв самый главный для нас сборку то есть самый главный джейс модуль так теперь у нас рефреш с этим теперь давайте напишем немножечко кода вот в этот файл здесь собственно говоря нам придется приделать практически то же самое но знаете даже я наверное возьму покажу насколько они похожи я должен сделать вот так вот перейти на рефреш сделать вот так и здесь я должен немножечко по-другому сделать вот таким вот образом а вместо вот этой вот теперь штуки я сделаю вот так и вместо redirect напишу silent это все естественно есть в спецификации и так саймин сайлин колбек да это этого достаточно то есть теоретически мне даже не нужно вот эту штуку создавать я могу сделать вот таким вот образом ну дабы сэкономить время вот и все что собственно говоря нужно сделать это для того чтобы сервер аутентификации то есть идентики сервер вернул на эту страницу кстати нужно будет добавить список давайте это сразу сделаем и у нас вот идентики сервер сервер конфигурации здесь у нас есть вот ритмур и айс нужно сделать теперь правильно то есть добавить еще одну страницу здесь нужно написать рефреш этого достаточно теперь нужно в индексе создать этот метод во первых подписаться на это событие рефреш и здесь мы сделаем рефреш фреш и теперь создадим этот давайте вот так напишу функцию рефреш и параметров здесь нет а здесь мы сделаем то же самым менеджер и здесь делаем сайн-ин так вот сайлент редирект вот вот это вот уже будет работа ну я бы все равно хотел сделать правильно поэтому то есть токен обновиться но он пойдет на сервер получит callback но обновления не будет я бы хотел вам еще и показать что то есть это мне то есть я хотел бы показать что он на самом деле получается да то есть я вот еще должен сделать как раз тот самый юзер новый придет обновленные и я просто здесь делаю принт скажу вот так вот токен рефреш и напишу ну чтобы пользователь показался мне потому что мало ли что там может быть давайте ups catch и здесь поставим function напишем error ну в общем все все как обычно да и пусть будет тоже print здесь напишем но пусть будет так сам фунт упс так сюда прилетел в общем что на самом деле произойдет у меня вот этот вот метод вызовется на сервер пойдет информация там она обновится придет обратно на вот этот вот нет на вот этот вот колбек и вот этот вот менеджер вот в этом методе перехватит изменения и обновить то самое как это называется хранилище да или это сэш он или это storage и в общем то ну вот собственно грей и все а вот это вот я сделал для того чтобы вам показать что это действительно будет работать давайте запустим эту штуку вот старая кошечка закроем откроем dev tools давайте нажмем логин вот мы получили токен давайте запомним какая здесь буковка давайте нажмем теперь refresh ага я что-то не угадал с названиями давайте посмотрим что я тут не угадал так смотрим control-f silent redirect ага silent redirect урай у меня нету так и метод называется sign in silent прошу прощения промахнулся давайте остановимся silent просто теперь просто предыдущая версия она была redirect теперь она называется silent хорошо теперь мне нужно в колбек так что-то еще там забыл написать а мне нужно как раз redirect url то есть я его добавил но не написал silent redirect урай мне нужно добавить вот сюда в настройки я сделал вот так control-n здесь делаю запятая здесь делаю рефреш давайте запустим еще раз давайте нажмем f12 попробуем зайти мы зашли делаем рефреш но и как вы видите обратите вот на эту штуку видите меняется и хэш и дата ну в общем тот же самый redirect приходит тут происходит тот самый рефреш но тут тут на сфер на нужно некоторое время остановиться и немножечко сделать пояснение коллеги что касается обновления токена здесь существует два варианта первый вариант обновлять токен только после того как появился ответ 401 то есть не авторизована и второй вариант по таймеру то есть даже не по таймеру а по истечению по перед тем как токен истекает автоматически запрашивать его обновление то есть для пользователя это будет абсолютно прозрачным я придерживаюсь реализации первого варианта потому что если пользователь открыл страницу браузера работает работает плюнул и ушел если учесть что по умолчанию aus20 то есть спецификации токен выдается на 1 час то допустим три часа пользователя не было и будет запрошено 3 токена независимо от того были они использованы не были использованы запрашивал пользу не запрашивал в общем это будет некая активность которая может повлиять на то что в логах где это будет прописано там о том что пользователь ходил а это было не так поэтому я предпочитаю использовать первый вариант когда делается запрос пользователь авторизован все нормально час ходят запросы потом этот токен истекает делается запрос очередной пользователю приходит 401 где-то там в глубине до в недрах происходит перри запрос этого токена и снова делается запрос на тот же сервер в концепции допустим одного реквеста то есть пользователь практически не увидит подмену того токена дело в том что уже даже даже в excess да то есть при реализации хочет типе клиентов уже готовые до хендлеры там интер секторы так называемые которые могут перед тем как или после того как а перехватить этот 401 передернуть в хорошем смысле опять же передернуть токен и выполнить тот же запрос на тот же адрес но уже с новым токеном в общем вот такая вот краткая справка в принципе я вам сейчас тогда давайте покажу почему я о чем я там говорю вот смотрите у нас есть так это желтенькие подметки исправлю смотрите у нас есть у этого юзер менеджера у него есть некоторое количество событий ну в частности вот токен экспарен можно подписаться и тогда вы будете получать ну вот по такому вот принципу вот кстати вот и тогда вы будете получать информацию о том что токен истекает можете здесь перезапросить но это на мой взгляд не очень корректный вариант я уже объяснил почему но и еще здесь есть некоторые кстати события интересные ну вот например давайте вот так красиво сделаю вот есть вот такое ну и есть вот такое но в общем читайте документации это в конце концов полезная штука но и еще и события которые экспарит уже вот показывается это уже когда токен истек ну на мой взгляд это тоже не совсем валидная ситуация в общем я ли предпочитаю использовать первый вариант ну вот такая вот информация давайте теперь давайте теперь что давайте теперь попробуем посмотреть что же происходит на юай смотрите когда я нажимаю refresh обратите внимание что вот в этом месте вот появляется айфрейм то есть это работает именно таким образом обратили внимание появляется айфрейм именно он производит связь сервером и идентификации то есть идентификации сервером и делает свои хитрые хитрые наглости и если вас интересуют подробности я предлагаю вам сходить на сайт который указан я добавлю ссылку соответственно в описании там можете узнать более подробно как работают процессы что на чем основана в общем вот этот айфрейм нужно понимать что именно на нем построены некоторые процессы в том числе и логаут которым мы сейчас и займемся но слогал там все будет очень просто надо создать как минимум кнопку давайте правильно назовем и теперь нам нужно так нам колбак не нужно нам нужен индекс здесь нам нужно на нее подписаться на ее клик здесь будем писать лог аут здесь напишем лог аут и вот этот вот самый логаут давайте теперь создадим я а давайте так сделаем function здесь напишем лог аут и здесь нам единственное что нужно сделать это написать менеджер менеджер получается вот менеджер точка сайн аут редирект но в общем нам не слышно нужно просто отправить так манагер нам нужно есть на что отправить запрос на выход давайте я сохраню это и запущу давайте нажмем сначала рефреш мы получим ошибку мы получим call 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 и пи мы тоже получим ошибку давайте нажмем логин нажмем логин мы получили получили теперь call сделаем рефреш еще раскол а теперь делаем лог аут ну и в общем так как я не указал страничку которая так в описании было в описании сайна вот страничка мне давайте так пост так вот где на ups вот после логаут редиректура я не указал поэтому у меня и получился редирект непосредственно на identity сервер в общем это нужно учитывать поэтому сейчас я переключусь обратно вижу студию нажму стоп и добавлю вот здесь вот такую штуку напишу и и собственно говоря ну как вы понимаете здесь написанных это тпс ну или ладно и чтпс 2 слышал локал хост 2 и . 9001 но пусть это будет индекс html хтмл давайте проделаем операции еще раз давайте нажмем f12 тут я еще не залогиненный давайте я покажу что у нас все си ничего нет я нажимаю логов в смысле логин и прошу прощения давайте нажму давайте покажу что у нас есть ключи давайте нажимаю логов и в общем-то ничего не произошло потому что эта страничка скорее всего не обрабатывается на айден на идентики сервере ну и вот собственно игра что я показываю то есть вот это вот штука которую я попросил у сервера не указана на самом сервере то есть нужно четко понимать что те странички которые вы запрашиваете на фронте должны быть прописаны на на в клиенте и собственно говоря вот как раз вот этого идентики сервера чтобы это так чтобы это проделать мне нужно переключиться в конфигурацию только найду вот она configuration и здесь мне нужно указать еще один параметр который называется пост лагон уральс ну и как вы понимаете я теоретически могу скопировать вот эту страничку ой вот этот урел и вставить вот сюда здесь поставить запятую здесь написать индекс давайте поставим в правильном месте пробел теперь вот и запустим нашу штуку еще раз давайте снова открою в 12 я снова открою сессион логин имя пользователя у нас есть данные я теперь нажимаю логаут данных у нас нет и я снова очутился на localhost 9001 и в общем-то все как бы сработало ну давайте теперь попробуем выдавайте вернее не попробуем а я покажу как в local storage это все запихнуть чтобы при открытии браузер потому что если сейчас его закрою и запущу снова мне снова придется заводить логин вот видите я не залогиненный для того чтобы не происходило нужно переместить данные сессии которая стирается при закрытии браузер на в local storage давайте это сделаем давайте по закрываем лишнее и начнем опять же с настроек смотрите для того чтобы перенести данные из сэшена где они хранятся по умолчанию в local storage нужно открыть инструкцию как ни странно local storage вот смотрите тут уже теоретически прям готовая строка как это и где хранить я в принципе на стороне разработчиков проще мне кажется наверное вообще конечно случае разные бывают поэтому давайте каждый останется при своем мнении в общем для того чтобы не положить этот данные по идентификации в local storage мне нужно сделать о одессе такую штуку но это еще не все дело в том что у меня вот этот вот local storage указание что это local storage у меня везде где создается юзер менеджер должно быть то же самое везде где то есть если у меня везде процесс хранит в local storage что везде я должен это указать то есть теоретически я должен рассказать здесь теоретически я должен это сказать вот здесь потому что в противном случае у меня может нарушиться концепция связи да я могу сохранять в одном а хранить в другом то есть я не веду что local storage и сэшена при получении понимаете начали говорю я как бы в нюансы вдаваться не буду давайте запустим эту штуку и проверим что это работает ну и мы запустили проект мы сделали уйдин ну мысли я и колобонга вот теперь у нас есть на царе чудо куда у нас еще сохранилось то local storage у нас ничего не сохранилось потому что так давайте наверно кэш давайте проверим еще раз давайте а ну вот смотрите я нажал f5 у меня юзер нот логин им потому что кэш перечитался и несмотря на то что мне данные сторожи он уже них не читает давайте я ради чистоты эксперимента удалю вообще все данные вот их сейчас нету и снова нажимаю логин снова нажимаю ввожу имя пользователя если хотите и смотрите теперь у меня все хранится в local storage мне кажется это очень красиво и и собственно говоря я нажимаю логин у меня local storage очищается а в сэша мы уже ничего не делаем ну и давайте тогда снова сделаем логин сделаем рефреш и посмотрим что у меня данные вот как вы видите в local storage обновляется но естественно ему сделать call api но я вам хочу показать еще одну штуку которая на самом деле мне очень нравится и давайте я сделаю вот так вот давайте сделаю control c control в нажму enter и смотрите у меня теперь есть два браузера которые зашли давайте так ты в 12 чуть-чуть нажму помните я говорил про айфрэм и что он есть у него поддержка там каждые две секунды вот control f я нажму там две секунды давайте так вот нажму секунд вот смотрите а нет это не то но кстати clock screw это через сколько валидировать токен который хранится в хранилище это тоже в принципе полезно и где-то тут было вот смотрите check session интервал и когда вы залогинились на двух закладках так сказать да ну то есть в двух браузерах или в двух закладках одного браузера вот этот вот айфрэм поддерживает с идентики сервером можно сказать до прямой коннект да то есть хотят давайте я не буду вдаваться в подробности я просто покажу у меня здесь есть мой клиент я здесь напишу локал хост здесь напишу 100001 вот он был ноу конфигурэйшн смотрите вот эта штука вот сейчас покажу вот чек сэшен айфрейм то есть теоретически даже не теоретически а технически получается каждые две секунды это написано вот здесь через этот интервал происходит проверка сессии пользователя то есть когда пользователь залогинился вот этот все время юзер-менеджер он производит реквест вот на этот вот адрес я сейчас даже малом покажу как это работает если мне позволят 12 и здесь у нас есть давайте еще раз нажму здесь просто есть как раз информация о том сейчас я вот так сделаю какие месседжи уходят да так вот control of message вот смотрите то есть нет вот смотрите то есть каждые две секунды происходит запрос на идентики сервер и здесь происходит проверка что-нибудь изменилась не очень-нибудь изменилась нет собственно говоря если что-то изменилась то приходит сообщение ничего не на финченчат то есть ничего не изменилась и как только приходит что-то ченжет происходит вот что давайте я вам теперь покажу как это работает давайте запущу второй браузер как было в прошлый раз я вот так вот скопирую control в до хочу смотрите у меня логин сохранился Ну, в общем-то, давайте я здесь вот так вот нажму, здесь вот F5. Смотрите, у меня есть два браузера, которые залогинились на один клиент. Вот, я хочу вот что показать. То есть, ключевой момент... А, еще не залогинились. А, ну да, не залогинились. Давайте залогинимся. Здесь теперь F5. И второй браузер где у нас? Вот он. F5. Залогинился. И здесь F5. Да, залогинился. Коллеги, смотрите, когда вы логинитесь на Identity Server, нужно понимать, что вы находитесь на Identity Server. А на все остальное происходит, ну, назовем это шарингом, да? То есть, на клиенты, на другие... На клиенты JavaScript, на клиенты MVC, на клиенты SPA, на клиенты, я не знаю, там, API, да? Передается копия информации о логине. То есть, вы так или иначе, когда нажимаете Logout, вы выходите из Identity Server. И Identity Server по помощи вот этого iFrame связывает вас, ну, ваш клиент со собой. И когда нажимаете выход, получается, что вы выходите на Identity Server, и Cookie застирается. Смотрите, я сейчас это продемонстрирую. Я нажимаю Logout. Я здесь нажал выход. Но так как у меня нету никакого события, если сейчас нажму F5, смотрите, я уже вышел. Для того, чтобы событие там появилось, давайте нажмем Stop и просто пропишем эту маленькую штуку, которая полезна, и, собственно говоря, она покажет нам конкретно. То есть, я нажал выход, и там cookies на втором клиенте, они стерлись. А теперь я сделаю, чтобы это еще и было видно. Так, давайте я вам покажу, где это посмотреть. Да, вот есть Events, есть Manager, у него есть событие User Sign Out. Но суть сводится к тому, что здесь есть, вот где-то вот примерно вот в этом месте, информация о том, как эти ивенты подписывать. То есть, нужно написать Add, а потом с большой буквы написать вот эту хрень. В смысле, вот это вот название. Я, честно говоря, не сразу ехал, поэтому долго не мог понять, как это работает. В общем, не теряйтесь, это вот пишется вот таким вот образом. Здесь я должен поставить Function. Здесь я должен сказать, что у меня... Ну, давайте напишем просто, опять же, в тот же самый Print, который нас выручает. Здесь написываем User Sign Out, ну, там, типа, какой-нибудь Good, Goodbye. Ну, Goodbye, Чел, там, Buddy, не знаю, пусть будет так. Давайте запущу еще раз и продемонстрирую уже это визуально. То есть, то, что cookies и стирается, это на самом деле очень удобно. То есть, вы производите выход из всех зайденных, зашедших, не знаю, везде из всех локаций, в которых вы залогинились. Давайте найдем клиент, нажмем Login. Здесь нажмем вот так вот, мы пришли. Теперь я здесь, ну, зря я, конечно, нажал, надо было F5 просто нажать. Вот. Теперь у меня есть опять два клиента, но они теперь об... А, давайте вот здесь вот F5 нажму, чтобы обновился тот самый этот. И здесь, наверное, тоже нажму. Ну, вот, кстати, после F5 у меня cookies не стерлись, они опять работают. И смотрите, давайте повторим эксперимент. Я нажимаю Logout. Прошло 2 секунды, и бац, у меня из второго клиента я тоже вышел. В общем, вот так это примерно работает. Нужно понимать вообще концепцию и схему работы этого сервиса. То есть у вас есть особняком identity server, который должен вам раздавать токены и отслеживать их на других сервисах. Я думаю, что применить это к конкретному фреймворку, там, будь то Angular, или React, или даже Aurelia, или еще каких-нибудь там Vue, вы сможете и сами. Главное понимать, как это работает. То есть набор страниц, которые должны курировать вот этот identity server с клиентом до себя и обратно, он предопределен. И для каждого момента времени он как бы должен... Ну, то есть не глупо подряд все ставить, как я, собственно говоря, тоже раньше делал. То есть мне пришлось потратить какое-то время, чтобы разобраться, как это работает. Ну и, наверное, наверное, на этом, наверное, все. Мне больше нечего вам рассказать, показать. А вы, если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, не стесняйтесь. Еще лучше, если пришлете денег, если они, конечно, у вас есть. Вот. Ну и, наверное, на этом серия будет закончена, если, конечно, не потребуется дополнительных доработок. А на этом я, наверное, хочу с вами попрощаться. Наверное, всего доброго. Если что-то непонятно, пишите. Хорошего вам дебага.